добрый вечер мои друзья на моем блоге я неожиданно вышел в эфир сейчас поправлю может быть качество еще картинки еще получится здесь я красавица друзья я постараюсь громко говорить не подключаем микрофон сейчас техника хорошая моя жена ведет зум сегодня для тех кто все зависимости а я вернулся в хорошем настроении бодрым и подумал вот она работает ради других людей она там старается ведет программу и вкладывает сердце душа говорит на камеру ну по зуму и люди и слушать я думаю сейчас на моем блоге есть очень много подписчиков которым я обязан теперь они же подписались я обязан вам преподносить хотя бы время от времени какой-то какую-то информацию и причем интересный интересный полезный контент и вы этого заслуживаете друзья сейчас уже 40 с чем-то человек надеюсь вам будет приятно я хочу чтобы наша форма сегодня это пятница вроде да было это был приятное время проведения где мы сможем поразмышлять очень полезные мысли я хочу вам сегодня сказать однако есть такие сторонники некоторые очень торопятся говорят слишком долго кто этого будет слушать на ютюбе там как ты можешь 40 50 минут говорить ребята я сам люблю доклады по 40 50 минут и полтора часа иногда себе включаю в 5 утра мне не спится себе включаю очень сложные темы иногда я и за них высыпаю но это то что меня там голову ломает я чувствую что это ученые специалисты которые глубоко какую-то тему разъясняют мне это нравится я готов тоже выставлять ролики одноминутные 5 минутные они развлекачены они раз они поддают какую-то мышь для размышления в течение дня согласен это тоже надо но время от времени я хочу чтобы мы здесь более глубоко поразмышляли но невозможно понимаете в течение 5 10 может даже 15 минут разъяснить сложную тему вы должны согласиться с этим вот когда машину механику ничего отправляете или к врачу идете но вы же не можете его поторапливать сделай мне вот это в 15 минут скажет это так не делается это занимает больше времени у зубного врача то же самое у меня минута времени сделай мне вот это вот это вот это нет нет это занимает просто по природе своей как бы я не старался больше времени и сейчас когда мы хотим о чем-то поразмышлять мы читаем книгу выбираем материал на ютюбе полезный иногда я говорю по больше времени уходит на то чтобы пересмотреть и найти вот интересный материал а потом заняться только слушанием это лучше чем отрывки по одной минуте по 30 секунд и так два часа по 30 секунд разная ерунда просто к нам каша попадает в мозг такой виноград сегодня я хочу вам сейчас тему сразу сказать хочу про сон и про сознание сегодня модное слово сознание есть группы на фейсбуке куча разных люди сознательные про сознание слова она там присутствует и подразумевается что что в мире мир спит да это так есть что те кто что-то начинает осознавать что происходит вокруг они перестают спать это противоположность сну давайте потихоньку разберемся вот про пока мы дойдем до этой группе глубин сознания и того чтобы открыто у меня сознание от глаза или нет сплю ли я в духовном отношении или нет ли я бодрю свою или я такой мы даже иногда говорим вот из масса толпа людей которых ведут управляют ими как баранами как овцами через медиа они в несознании своем подчиняются тупо шлепу дают использоваться через политиков религиозных руководителей для своих целей да такое происходит со многими людьми поэтому это важная тема но для для начала я всегда хочу использовать наглядный пример чтобы мы немножко вообще поняли что такое сознание и мне нравится вот так понимаете от основного начать когда человека мы видим на улице упал и лежит больной человек или спит вот спит человек просто там муж жена но мы понимаем что он без сознания в данный момент он не знает что с ним происходит вокруг мы можем что-то делать о чем-то разговаривать еще крепко спит храпит значит он в отключке у него нет сознания это иногда то есть получается когда сон но это полезное время когда человек без сознания он спит отдыхает он отключен у него там что-то сниться так или иначе он не имеет связи с внешним миром иногда еще мы используем слово сознание когда касается но я говорю болезни или какой-то аварии человек упал ударился и мы тоже подходим к нему и смотрим ему в глаза и проверяем его сознание первое а как мы там ты слышишь меня да вообще зрительный контакт есть человек или нет и закрыты глаза а потом звук ты меня слышишь можешь отвечать на мои вопросы ты где как тебе зовут так мы проверяем человек сознание не до того как приедет скоро и мы тогда говорим человек сознание он общается с нами то есть смотрите человек у которого есть какая-то мере осознания он контактирует с внешним миром и вот для меня это такой знаешь фундамент базовое определение того что человек он в сознании или нет он в контакте с внешним миром вот а есть люди которые не отвечают глаза закрыты они спят то есть в буквальном смысле смотрите слово сознание оно так используется человек спит или болеете мы говорим в сознании или нет отвечает на вопросы или не отвечает знает что происходит вокруг или не знает и сейчас это такая базовая информация сейчас что касается нашей жизни то есть мы не спим мы спим в сутки восемь часов это тоже немало понимаете подумайте сколько времени я не знаю насколько вы верующие но я считаю бог нас так создал что мы должны спать около восьми часов в течение каждого дня суток восемь часов мы должны быть в отключке и быть без сознания и это для нас полезно есть люди которые говорят надо быть сознание вот тогда ты как созначно жить но когда мы уже созданы так чтобы восемь часов спать и не иметь сознания то есть бог так задумал чтобы мы качественно жили были здоровыми качество принимали решения мудро вели жизнь хорошо работали мы должны но около восьми часов провести во сне качестве нам чне где мы не имеем сознание поэтому не нужно говорить о том что вот обязательно но человек должен быть сознательный во всем вот вот сознание вот это главное так далее нет 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 бог так задумал я не говорю о авариях просто сон восемь часов мы без сознания и это полезная для нас мы тогда отдыхаем что тогда происходит с нашим мозгом он на самом деле не так не то что отдыхает там очень много проходит процессов оказывается активность даже больше чем в течение дня вот это наблюдают ученые но сейчас вернемся к тому этим группам людям которые говорят что вот они в сознании а ты вообще ничего не понимаешь без сознания такое очень часто они говорят потому что они обнаружили например какие-то новые знания которые были для них до этого закрытыми например они обнаружили что политики через медиа манипулируют людьми скрывают правду они например на выборах там и таких информации которые сейчас по интернету за последние пять десять-пятнадцать лет раньше они были в книгах это нет не было что вообще это было недоступно только интернет ускорил этот процесс люди начали узнавать о том разные взгляды о жизни например сейчас есть спор но насчет того земла плоская или круглая я вам скажу что люди которые вот как построен наша планета или она пола внутри есть очень много разных интересных взглядов и это не люди совсем тупые или не ученые необразованные я бы так о них не сказал потому что у них есть своя аргументация на этот счет я сейчас не высказываю конкретно ничего но потом есть взгляды относительно того кто управляет миром политики президенты или если еще они на но как актеры как на сцене но ими актерами сценарий есть еще кто-то кто пишет сценарий тому что происходит на сцене вот я в это верю что многие политики они играют определенную роль они делают говорят то что им сказали это происходит по всему миру люди которые на самом деле управляют миром их фамилии мы не знаем по телевизору о них мы ничего не услышим это самые влиятельные люди самые богатые они даже там не числятся в самых богатых потому что для них это не нужно есть другая группа людей богатых известных леченых они на виду они в шоу-бизнесе таким знаете по телевизору по интернету и на и вот вот они выполняют как будут задания вот те кто ими управляет вот здесь когда кто-то узнал об этом и потому что вот есть он такие как масон или иллюминаты и начинают узнавать что комитет трехста то есть триста семейных семей которые управляют миром есть разные понимаете источники информации доступны в интернете относительно планов которые сегодня кто-то реализирует такой был сбивник бреженский он уже умер на его доктрины его это люди которые имели самое большое влияние и на историю где то что сегодня делается это реализация их планов клаус шут сегодня его мировой форум экономические кому-то интересно почитайте об этом это много обещает того что происходит в мире но опять я сказал вам вот этой информации некоторые люди вот кто-то верить в инопланетчан инопланетчан что вот есть уже они присутствуют здесь или они прилечат а у них есть свои там названия именно и они говорят про всех остальных которые это отрицают что это люди тупые без сознания а вот у нас как будто глаза открылись мальнус начали вкусняшку и давай разлакайся то есть они что-то до них открылось вот теперь они в полном сознании а все остальные это типа это овцы бараны которые пасутся щепы и которые позволяют тебя использовать мои друзья насчет я бы хочу ваших внимание обратить насчет этой гордости тех кто думает что он в сознании а другие не в сознании во первых как минимум 8 часов в течение каждого дня мы спим и мы без сознания мы должны это признать а есть еще второй очень важный факт которым я хочу поделиться и это можно узнать у многих специалистов ученых это подтверждается что мы каждого дня на самом деле повторяем программу которая заложена в нас мозг это подсознание то есть из раннего детства мы научились говорить определенным языком верить во что-то имеем какие-то нормы ценности конечно мы потихоньку можем на это влиять мы приобретаем новые знания новое окружение но это сформировалось настолько сильно что представьте себе что течение каждого дня то есть когда вы не спите вот вот вы открыли глаза вроде вы теперь сознательно живете оказывается что 90 95 процентов вы каждого дня повторяете эту программу вы не живете сознательной жизнью потому что вот я вот делаю много жестов пью жидкость пишу разговариваю веду машину иду там кушаю готовлю с кем-то разговариваю все это делаю автоматически мне не нужно сознательных усилий чтобы все это делать мозг так устроил он такой ленивый тоже немножко экономить нашу энергию что много чего вошло в привычку мы когда только что-то новое учимся вы хотите освоить новую программу там аппликацию на телефоне да тогда это трудно новый язык учите новая привычка вам нужна вот тогда включается на самом деле сознание и тогда до полной смысле слова начинаете сознательно жить я бы это даже сказал определил не просто количеством времени когда мы не спим что вот 12 часов мы в сознании это не так мы живем 12 часов по программе 95 процентов я очень хочу обратить внимание мне нравится слово внимание когда мы к чему-то внимание свое посвящая вот это и есть наше сознание вот тогда мы сознательно живем то есть внимание и сейчас да вы прочитали что-то новое там о мире но это не означает что теперь вы полностью сознательно то есть то что вы узнали там новое оно на второй день оно уже подсознание понимаете опять 90 процентов вам мозг преподносит одно и тоже и информация которую вы уже знаете она подсознание теперь если вы хотите в большей мере жить сознательной жизни вы должны научиться я должен научиться управлять своим вниманием и это очень важно если я хочу развиваться например ввести новую привычку например такие полезные привычки которые меняют нашу жизнь к лучшему что хотите жить быть более здоровыми людьми начинает спина болеть у нас потому что за рулем многие за компьютером сидят это очень много таких проблем но я тренер по спорт по спорту по по фитнесу и это основная проблема дело не в накачке мышц а на самом деле очень многие врачи просто рекомендуют обратиться персональному тренеру чтобы он назначил упражнения которые помогут решить проблемы со спиной это обычное дело сегодня это неправильный образ жизни поэтому нужно заниматься спортом просыпаться пораньше начинать упражнения или на неделе планировать спортзал но и там тоже не делать случайных каких-то упражнений потому что можно себе причинить вред нужны инструкции но скажем хорошо инструктор есть вы знаете что делать но чтобы ввести вот эту привычку вам нужны сознательные усилия или внимание к этому кроме этого я хочу вам такую подсказку дать что вот внимание то есть новая привычка полезно упражняться по утрам или ходить спортом вечером вот вы так решили плавать в бассейн это не может быть как в армии еще вы некоторые стремятся к тому чтобы развиваться в бизнесу заработать больше я вот нетворки буду заниматься читаю много книг и вот я сейчас когда наверное все книги прочитаю про личностный рост вот я стану богатым ничего подобного вы прочитайте одну книгу но примените то что там написано дело не в том чтобы читать много книг это утомительно и толку этого нет важно какие мы привычки вводим свою жизнь в таком плане что это станция становится новым образом жизни как я сказал начнем от хотя бы вот какой-то привычки которая связана с нашим физическим здоровьем но не может это быть как в армии в армии вводят хорошие привычки но кому хочется пойти в армию и жить вот в таком режиме нет а по принуждению люди идут в армию да они научились там рано утром вставать там но заправлять свою кровать все и так далее но когда возвращаются за армии они это продолжают делать редко редко это бывает или представьте себе для того чтобы заработать что-то или стать умным человеком стать успешным в каком-то виде искусства в спорте в духовности то вот то что вы выбрали в жизни вы хотите преуспевать и вы себе вложите в такой режим жизни как в армии сколько вы сможете так функционировать год два три вот по такому режиму утром я просыпаюсь занимаюсь спортом читаю одну книгу там мотивационную вторую третью потом планирую все и так далее по бумагам все действует так как мне там на разных тренингах обучили на курсах не сможете так это так не получится новые привычки нужно вводить так чтобы они стали образом жизни чтобы они вам понравились понимаете надо получать удовольствие если хотите по утрам заниматься спортом то нужно это связывать с чем-то приятным должны быть приятные ощущения иногда кому-то приятнее в спортзале заниматься да потому что там компания музыка играет кому-то так кому-то перед телевизором когда там показывают кому-то лично кто-то хочет в лес побежать и смотреть в это время природу так или иначе новые привычки они не могут быть просто такими механическими что ты вводишь их тупо себя заставляешь самодисциплина да и и думаешь если три недели ты будешь это делать это войдет тебе в привычку ничего подобного если ты не получаешь от этого удовольствия оно не закрепится в нас придется много 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 работать пока мы получим если хотите научиться учиться новому языку должна быть мотивация вы тоже должны должно вам это доставлять удовольствие диета но не может быть жестко такая диета от которой вас тошнит где вы ходите голодными тогда это не сработает в дети нужно делать постепенно перемены улучшить скажем питание не так жестко что через один день я делаю переворот переворот теперь все взвешиваю вот это кушаю этого не кушаю это на самом деле мне это не нравится я вам говорю по себе мне не нравится взвешивать время смотреть сколько калорий во сколько я кушал теперь следить за всем этим нет я выбрал такую диету джиме так особенно надо не надо этого всего считать и придерживаться она удобно мне мне нравится то что я там ней кушаю и я могу ее более менее придерживаться уже годами то есть потому что если будет слишком строгий режим это не будет ваш образ жизни это будет длиться месяц два три полгода вы похудеете а потом все бросите и вернетесь к прошлым привычкам потому что на самом деле вот эта диета она вас просто мучила не сказал упражнения что они должны давать доставлять вам удовольствие как это сделать то есть надо подумать чем не заниматься каким видом спорта с кем когда я не знаю что делать это всегда страшно пойти в спортзал и так посмотреть на это оборудование это стыдно я же не знаю что от чего начинать поэтому нужен там тренер иногда советуйтесь звоните мне я тоже могу помочь тренер и по питанию и по спорте обращайтесь к другим можно пойти плавать то есть но когда страшно когда мы не знаем что делать тогда мы этим и не займемся нам нужна информация а кроме того чтобы знать самые факты что делать я вот хочу вам передать эту мысль что вот должно быть нечто приятное это когда вы учитесь когда вы хотите по утрам читать то поставьте себе цель читать не полчаса ну пять минут каждое утро и сделайте себе цель читать то что важно и то что интересно потому что если вы будете только важную литературу читать для вашего роста развития духовности не знаю потому что это важно я пуг часа буду читать вы не сумеете удерживать столько внимания поверьте то есть вы будете читать через пять минут вы не помните о чем вы читали только что лучше прочитать меньше но со вкусом поразмышлять об этом или читать важную информацию а потом читать например интересную книгу и или послушать музыки то есть включать процесс делать все так чтобы ваши перемены к лучшему на новые привычки они до были связаны с чем-то приятным и через некоторое время будет новый образ жизни не знаю вот насколько мне удалось сейчас передать эту мысль что на самом деле так называемых сознательных людей которые в этих группах группа людей сознательных вот на фейсбуке куча таких если там тоже подписан мне вот появляется улыбка нету таких людей которые полностью сознательны потому что то что он прочитал он он завтра опять у него 95 процентов он делает все по привычке и он осознал что-то новое да но это уже в прошлом и вы знаете о чем говорит библия в нагорной проповеди это один из важнейших стихов которые на меня как тут побудил к размышлениям потому чтобы я видео джо он находится в первом ролике это первые слова нагорной проповеди самая известная проповедь иисуса она там 10 раз иисус говорит о том как стать счастливым человеком это 10 заповедей счастливой жизни и первые слова которые он говорит он говорить счастливы и осознающие свои духовные потребности то есть слово сознание посмотрите осознающий свои духовные потребности других переводах раньше было счастливы и духовно голодные или нечто подобное то есть счастливый человек который постоянно осознает то есть он знает осознает, что он не все знает еще. И он должен быть каждого дня в этом процессе развития. Вот я кое-что знаю и так далее, но это не означает теперь, что я осозначенный человек, а вот другие это стадо баранов. Потому что я такой же как и они. Я должен каждого дня испытывать этот духовный голод, искать новой информации, размышлять, наблюдать. Понимаете? Это не только чтение, доклады. Там тоже невозможно много удерживать своего внимания. Дорожите своим вниманием, которое у вас есть в течение каждого дня. Посмотрите 90 процентов времени, 95 процентов времени, когда вы не спите, работаете, читаете, все делаете по привычке. Сколько времени остается на то, чтобы вы сознательно учились чему-то новому, где вы можете вложить свое внимание? Очень мало, на самом деле. Очень мало. Поэтому, когда вы управляете своим вниманием, когда читаете книгу, прочитав какую-то одну-две страницы, достаточно. Подчеркните важное предложение и поразмышляйте о нем. Запишите себе, как я хочу это применить в своей жизни. Вот это созначенное действие. Вот это ваше внимание. Это ценнее, чем прочитать пять страниц просто книги, где оно вот прошло и ушло, где мы развлекаемся. Мы заполняем, мы можем час читать какую-то интересную книгу, а толку нет. Это как кино смотреть. Но когда вы читаете до того, чтобы учиться, выловите предложение или слушаете доклад час-два на каком-то собрании. Найдите себе предложение и отмечу вот эту мышь. Классно. Я хочу об этом думать теперь два дня. Как я должен это применить? Как это влияет на мою жизнь? Дорожите своим вниманием. Когда идете гулять, я иду в парк. Так я же, понятно, слушаю музыки, иногда гуляю, провожу время. Но время от времени нужно, понимаете, почувствовать вкус того, что происходит вокруг. Насколько все прекрасно. Можно пройти, прожить жизнь, пройти лес, увидеть восход, заход солнца и ничего не заметить. То есть без сознания, без внимания. Но если вы опять, хочу бы время от времени, будете удирать внимание, листочку, грибочку, красочи небесу. Подумайте о том, а кто я, откуда я, а какие отношения у меня с моей женой, какими я врагу с человеком, какие отношения с Богом. Какой он прекрасный. Создал вот такую красоту. Мы не сможем постоянно так жить, но время от времени внимание мы можем посвятить на то, чтобы делать вот эти заключения, которые мотивируют нас для того, чтобы жить определенным образом. Так что на самом деле, я не думаю, что существуют сознательные люди. Не думаю. Такое понятие нет. Стремиться к новым, к тому, чтобы стать сознательным, то есть узнавать новое, иметь лучший контакт с внешним миром, расширять кругозор. Вот это правильно. Представьте себе, что вот такой кружок, я могу нарисовать, это объем вашего мозга. Понимаете? Вот кольцо. И то, что внутри, все то, что вы знаете. Но вот кольцо, вот это граница ваших знаний. Если вы завтра узнаете что-то новое, кольцо расширяется. Но вы понимаете, что внутри появились новые мышцы, а кольцо стало больше. Но того, что наружу, и граница вашего сознания с внешним миром, она только увеличилась. То есть вы должны осознать, что вы еще больше не знаете. То есть граница между... Вот когда человек, ну понимаете, мало знает ребенка. У него маленькое кольцо. Внутри все то, что знает, а граница кольца, это объем, это граница того, что происходит с внешним миром, что он еще узнает. Это у ребенка так. С каждым годом у нас это кольцо расчет, у нас больше знаний. Но заодно мы должны осознавать, что наружу еще больше, еще больше. Чем больше я знаю, тем больше вопросов. И нужно смиренно это признать. Когда я встречаю людей, которые говорят, что я сознательный человек, я уже проснулся, а они не проснулись. Когда я слышу такие утверждения, я теряю уважение к таким людям. Чем умнее люди, чем глубже думают, тем они меньше утверждают. У них больше вопросов, они больше слушают. Потому что понимают, что вот даже там у любого человека они могут услышать что-то новое, интересное, умное. Это так на самом деле и есть. Поэтому и здесь мне не хочется утвердительным образом говорить. Больше хочется, чтобы вот эта тема даже сегодня была для вас чем-то для размышления, для спора. Чтобы вы это оспаривали в комментариях. Почему нет? Как вы это видите? Что вам нравится, а что нет вот в этом рассказе? Вот в этом я вижу смысл. Потому что это не докрыно. Это не факты. Это то, о чем мы должны думать на самом деле. Кто я такой? Это очень важный вопрос, который каждого дня нужно себе задавать. Вопрос самосознания. Кто я такой? Откуда я взялся? Почему я живу? Какое мое предназначение? Сколько бы вам лет не было, вам нужно себе этот вопрос задавать. И сколько бы вы уже не знали на этот счет, все равно нам нужно узнавать об этом еще больше и больше. Друзья, очень рад, что вы побыли со мной на этом эфире. Надеюсь, вам было приятнее. Я просмотрю ваши комментарии, потому что, когда я так рассказываю, мне трудно одновременно читать, вести диалог, отвечать на вопросы. Ну, если вам понравилось, сделайте репост, чтобы это было более популярным. Надеюсь, на ваших страницах будут другие люди, которые тоже послушают. Искренне благодарю тем, кто присутствует на моем блоге уже несколько лет. Ну, и приветствую всегда новых людей. Надеюсь, что даже не сама информация, а мне хочется передавать способ размышления. Мне хочется побудить людей к тому, чтобы они задавали себе вопросы, были в поиске. Потому что, когда человек думает, что он что-то знает, это беда. Это проблема уже с такими людьми, когда говорят, да-да-да, я все знаю. Не-не, а что ты мне тут рассказываешь, я все знаю. А такие люди встречаются и на рабочей, и в больнице, и врачи, и там, с кем бы ты ни говорил. Да, я все знаю. Мне уже тогда пропадает желание с этим человеком общаться. Надеюсь, здесь у нас группа других людей с открытым умом, которые ищут счастье в том, что они голодные духовно. Они хотят узнавать все новое, новое, новое. Желаю вам такого подхода, друзья. Доброй ночи. До следующих встреч. Счастливо.